Здравствуйте! В эфире Лидского телевидения информационная программа «События» в студии Александра Бурч. Начинаем с анонса тем материалов наших корреспондентов. Новый способ борьбы с неплательщиками. Лидское жилищно-коммунальное хозяйство приобрело устройство для отключения канализации. Шьют постельное белье, красят стены и сажают цветы. Наличие не продолжают работу производственные бригады. Институту президентства в Беларуси исполнилось 30 лет. Летом 1994 года в стране впервые выбирали президента. До этого самое главное решение в стране принимал парламент – Верховный Совет. Но форму правления сменили. В 1994-м принята Конституция. Впервые в истории страны введена должность президента. 10 июля 1994 года победу на выборах одержал Александр Лукашенко. С этого момента ведется отсчет истории Института президентства в Беларуси и нынешний год юбилейный. Закон об изменении законов по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей, подписанный главой государства 8 июля, направлен на усиление поддержки семей с детьми. Закон направлен на усиление адресности в обеспечении государственными пособиями, усиление поддержки женщин, ожидающих рождения ребенка, семей, воспитывающих детей с инвалидностью, и семей с несовершеннолетними детьми, в которых ребенок-инвалид уже достиг возраста 18 лет. Закон вступает в силу с 1 января 2025 года. Платить за жилищно-коммунальные услуги нужно вовремя. В Лицком ГУБ ЖКХ внедряют новый способ борьбы с неплательщиками. Недавно за счет средств организации было приобретено устройство для отключения канализации. Оно позволит дистанционно блокировать отвод сточных вод без доступа в квартиру, а также проверять канализационные трубы и выявлять в них неисправности. Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства уже прошли обучающие курсы и готовы работать с новым оборудованием. Еще раз хочу напомнить о своевременной ежемесячной плате за жилищно-коммунальные услуги до 25 числа. Это обязанность каждого плательщика жилищно-коммунальных услуг. Это ваш вклад в бесперебойную и качественную работу коммунальных служб. С 1 июня текущего года просроченную задолженность перед Лицким ГУБ ЖКХ имели плательщики по 2300 лицевым счетам. Более 770 лицевых счетов имеют задолженность от трех месяцев и более. Сначала недобросовестным плательщикам начисляется пеня за каждый день просрочки платежа. Если оплата коммунальных платежей не производится в течение 6 и более месяцев, собственник может в судебном порядке лишиться своего жилья. Но это крайние меры. До них лучше не доводить. Разработано положение, на основании которого предоставление жилищно-коммунальных услуг может приостанавливаться в связи с задолженностью гражданину, имеющему два и более месяца просроченной задолженности и не погасивших эту задолженность в течение пяти дней после получения письменного предупреждения. С начала года Лицким ГУБ ЖКХ приостановлено предоставление жилищно-коммунальных услуг по 63 квартирам. А вообще около 200 квартир у нас отключены от водоснабжения либо электроэнергии. Производственные бригады продолжают свою работу в учреждениях образования личины. В них учащиеся школ от 14 до 18 лет выполняют работу по благоустройству и ремонту, взамен получая зарплату. В Березовской средней школе номер 2 трудятся 45 мальчишек и девчонок. К своим обязанностям они приступили 8 июля, закончат работу 19. Наша съемочная группа пообщалась с участниками производственной бригады. На территории возле второй школы в Березовке кипит работа. Десятки учащихся занимаются благоустройством двора, стрижкой кустов, уборкой травы, посадкой новых декоративных растений. Все ребята – члены производственной бригады. Для школы их работа – помощь в наведении порядка. Для ребят – возможность заработать свои первые деньги. Желаю накопить на мечту. Заплатить деньги, куплю себе приставку игровую. Я хочу накопить на деньги, просто коплю деньги для своей мечты будущей какой-нибудь. Внимание перед учебным годом требуют и интерьеры классов. Участники производственной бригады красят стены, но на высоте не более полутора метров. Для многих такая работа в новинку. Однако некоторые из ребят работают в бригаде уже второй год. Работа в принципе не сложная. Мы красим стены. Работа начинается с 9 часов утра. Работаем мы 3,5 часа и полчаса у нас обед. Работу я не первый год. Мне все нравится. Такие бригады, я считаю, это очень здорово, потому что это как способность заработать на карманные деньги. И это формирует такое осознание у подростков, что деньги не падают с небес, а нужно зарабатывать. Во время учебного года в средней школе номер 2 работает группа продленного дня. В ней дети младшего школьного возраста проводят время после уроков. Занимаются с воспитателем, играют в развивающие игры, едят и спят. Для сна им необходимо постельное белье. Именно его в этом году шьют 12 участниц производственной бригады. Все работы проводятся под контролем преподавателя. Всего за время работы бригады планируется пошить 50 комплектов белья. Мне всегда было интересно получать свои деньги за выполнение работы. Эта работа довольно несложная. Мы выполняли эту работу на уроках, нас обучали, учителя рассказывали на трудовом обучении. Шьем мы постельное белье. Обычно я шью под одеяльники. Для меня это легче всего и просто довольно понятно. В прошлом году частью производственной бригады хотела стать 25 учащихся второй школы. В этом же году свое имя в список желающих вписали 45 мальчишек и девчонок в возрасте от 14 и до 18 лет. Рабочий день, ребят, длится от двух с половиной до четырех часов. Уже на протяжении шести лет в нашем учреждении образования организуется временная трудовая занятость учащихся нашей школы. Мы считаем, конечно, что такая форма летней занятости является очень хорошей. Сами дети очень любят работать в так называемой трудовой бригаде в летний период. Уже не первый год они даже просятся у нас для того, чтобы мы их заранее включили в летний период работать в таких трудовых бригадах. Конечно, это дает им возможность почувствовать себя взрослыми, такими же, как их родители. Мы заводим трудовую книжку учащимся нашей школы, обеспечиваем их, по сути, первым временным рабочим местом. Они за свою работу получают заработную плату, что для них является хорошим подспорьем и для подготовки вообще к первому сентября, к новому учебному году. Производственная бригада будет работать до 19 июля. За 10 дней ребята получат от 143 до 163 рублей в зависимости от количества отработанных часов. Польская сторона с 3.00 10 июля не принимает грузовые транспортные средства, следующие из Беларуси через пункт пропуска Козловичи. И если вчера здесь грузовиков в очереди не было, то за прошедшую ночь их количество выросло до 600. Со слов водителей, пересекающих белорусско-польскую границу, поляки усилили контроль. В направлении Беларуси через данный пункт пропуска транспортные средства пока следуют, но гораздо медленнее обычного. Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящую субботу, 13 июля, матч 1-16 финала Кубка Беларуси. На поле стадиона «Юность» наша команда будет принимать Витебск. Начало матча в 15 часов. Отметим, будущий соперник «Личан» выступает в высшей лиге и в настоящее время занимает шестое место. Наши футболисты располагаются на аналогичной строчке в первой лиге. На этом наш выпуск завершен. Все эфирные материалы доступны на YouTube-канале «Лида ТВ» и информационных ресурсах «Лида» медиакомпании. Также быть в курсе свежих новостей и последних событий вы сможете, оформив подписку на Лицкую газету. Далее на канале смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. До свидания.